Привет, с вами Алексей Луца, и пока лучшие из нас только закончили спорить насчет того, нужна ли нам Google Stadia, сколько она будет стоить, как работать, и не собираются ли Google вписать нас в какой-то новый МММ, Марк Церни, геймдизайнер и конструктор PlayStation, много чего рассказал о новой консоли, как ни странно, без приставки 5. В интервью журналу Wired Церни так взял и обозначил, что цель новой консоли — принести фундаментальные изменения, а не стать просто мощной коробкой под телевизором. И сначала я перечислю несколько фишек, о которых он рассказал, а потом вкину пару предположений и хотелок, которые сделали бы консоль, по моему мнению, идеальной. Во-первых, она будет поддерживать те хайповые вещи, о которых вы слышали, но наверняка не могли попробовать до сих пор, как я, например. Это ретрейсинг картинки и ретрейсинг звука. В консоли будет стоять процессор AMD Ryzen, созданный по 7-нанометровой архитектуре Zen 2, и кастомный чип AMD для обработки аудио. Когда мы говорим об аудио-ретрейсинге, имеется в виду, что всё будет работать по физическим законам. Отражаться от материалов, учитывать геометрию пространства и так далее. Уже и есть на PlayStation игры, которые звучат очень хорошо и позволяют гибко настроить звук. Но тут мы получим что-то доселе неслышимое, причём даже для обычных наушников и телевизора. Хотя я не понимаю, каким образом телевизор сможет передать пространственное звучание. То есть это будут и железные, и скорее всего софтверные улучшайзеры звука. Не знаю, например, поставить аудиокарту в геймпад. Кстати, оказывается, некоторые на нашем сайте не знали, что к геймпаду можно подключить наушники. Вот смотрите, здесь есть 3,5-миллиметровый разъём. Но вот вопрос, надолго ли? Потому что некоторые пользователи наверняка уже мечтают о том, чтобы консоль наконец стала поддерживать Bluetooth-наушники. Хотя я думаю, что Sony позаботится о всех прослойках потребителей, и даже о тех, которые предпочитают аудиофильские наушники с золотым сердечником. Эти люди разбираются в телевидении, в акустике, и всё будет классно. Но Sony со своими консолями работает по принципу усреднения, поэтому я думаю, достанется всем. Кроме того, Церни упомянул то, чего все мы ждали. Вы сможете играть в игры с PS4 на PS5, потому что у них вроде как похожая архитектура, хотя Digital Foundry сказали, что не совсем, и с этим могут быть проблемы. Также тут есть вопрос по поводу того, как это будет работать. Может быть, какая-то подписная модель. И все ли игры, например, будут работать. Кроме того, в наше непростое время встает актуальный вопрос, а будет ли это бесплатно. Потому что подписка, скорее всего, точно появится. Это неплохо, просто чуть больше разнообразия, тем более, что брать игры в аренду вас никто не заставляет. Как заявил Церни, в консоли будет CD-привод. Так что, да, Sony в некоторой степени ретрограды, в отличие от некоторых других компаний, которые считают, что будущее уже наступило, поэтому нужно убирать USB-разъемы из своих девайсов и вообще разъемы. Хотя из трендовых штук там будет 8К разрешение. Но никто не говорит, что в 60 фпс. И никто не говорит, что 4К там будет в 60 фпс. Хотя я думаю, это само собой разумеется. Но если вам все равно, и вы никогда не пробовали Ultra HD, то по личному опыту скажу, что даже на Full HD телевизоре в режиме улучшенного разрешения игры выглядят намного четче. Я думаю, с 8К там будет что-то невообразимое. В любом случае, у консоли появится запас мощности на несколько лет вперед. Это хорошо. Но хватит ли? Потому что, может быть, после 8К придет 12К, 16.2, 20К технологии так быстро меняются, что я так старый, за ними не успеваю. И в качестве вишенки на торте в новую PlayStation поставят SSD. Неизвестно, может быть, это гибридное решение, хотя Церни заверил, что какая-то кастомная внутренняя разработка Sony. Ради интереса я специально посмотрел, какие интересные решения существуют сейчас. Например, 3D X-Point. Это память, совмещенная с оперативкой. И не исключено, что в новой консоли может появиться какая-то подобная технология. Тем более, Digital Foundry тоже задались вопросом, а что с оперативной памятью будет в новой PlayStation? Потому что она все-таки стоит дорого, а консоль должна удерживаться в каких-то разумных пределах, чтобы каждый мог ее купить. Хотя, как пишут, тот же 3D X-Point пока не очень доступен и обычно стоит в серверах, но иногда его устанавливают в ноутбуке все-таки, правда в небольшом объеме, где-то 32-64 гигабайта, и стоит это достаточно дорого. Надеюсь, вы в этом вопросе разбираетесь лучше, чем я, и напишите свои предположения в комментариях, или вы хотите точную раскладку информации по этому поводу. В любом случае, Церни показал журналисту Fast Travel Spider-Man, и он занял 0,8 секунды вместо 15 на текущем поколении консолей. То есть, теперь никаких длинных загрузок, как в Red Dead Redemption, например. Там иногда приходилось ждать по 2-3 минуты. Хотя, это не так уж и грустно, потому что при этом в игре замечательная прорисовка дальности. И к слову об этом, Церни в Девките новой консоли заставил двигаться камеру в Человеке-пауке со скоростью истребителя, и все подгружалось сразу же. То есть, как будто вы летаете в обычном режиме по городу. Круто, красиво, и, надеюсь, решит проблему не только с играми, но и с загрузкой самой консоли, потому что она запускается секунд 30-40. Ну, по крайней мере, у меня так. Ну и будем честны, меню в PS4 работает не очень быстро, приложение переключается медленно, и ты все время ждешь. Это немного напрягает. Но зато не надо устанавливать драйвера и мудиться со всякими ошибками, которые выпадают обычно при игре на ПК. Недавно я с ними намучился, когда играл в Sekiro. Я не мог подключить геймпад, игра периодически висла, и происходили еще прочие странные вещи, хотя у меня достаточно мощный компьютер. Вот как-то так. А здесь теперь будет настоящее удовольствие, приправленное современными технологиями. И, наконец, Церни не стал говорить, что Death Stranding выйдет на консолях нового поколения, чем еще раз подтвердил ее кроссплатформенность. Я не понимаю, почему это кого-то удивляет, ведь Кодзима еще в своем твиттере выкладывал скрины с PS4, где с восхищением писал, какую картинку удалось выжать из текущего поколения. Да и по трейлерам было очевидно, что не стоит ждать какого-то технического прорыва от картинки, так как она вполне похожа на остальные игры текущего поколения. Так, теперь хотелки. Sony, хочу быстрое меню с удобной навигацией, чтобы можно было что-то найти без гайдов на YouTube. Хочу быстрый Wi-Fi, чтобы не нужно было перетаскивать из одного угла комнаты в другой, перетягивать, как-то пропускать под ножками кровати шнур, для того, чтобы скачать ваши игры. А они весят немало. Но я думаю, это все-таки пофиксят, потому что проблема, ну, как-то затянула. Хочу сразу на старте иметь несколько версий. Стандартная, слимка, может быть, чуть-чуть послабже, и самая мощная, крутая и дорогая, чтобы потом не было к самому себе вопросов, зачем я это сделал, когда через 2-3 года они анонсируют что-то новое. Пускай она будет дороже, пускай, но сразу будет выбор, и каждый сможет взять себе то, чего он хочет. Так Sony сможет удержать имидж своей консоли, которая уравнивает всех игроков. Кроме 8К, это, безусловно, замечательно, хотелось бы иметь поддержку разных соотношений сторон. У меня, например, монитор 21 на 9. Я на нем работаю и иногда играю. Не всегда, но хотелось бы, чтобы была какая-то вариативность. Приятно видеть по-киношному больше, ведь, как все знают, игра от Sony — это кинцо. Тем более такие мониторы куда доступнее, чем 4К. А разница в опыте заметна сразу же. И говорю не за себя, а за Пашу Пивоварова. Он хочет, чтобы консоль была беспроводной зарядкой. Сделайте, пожалуйста, Sony. Будете умницами, молодцами. Мы с вами будем дружить. Как бы это ни звучало по-журналистке. Наконец, мне показалось интересным, что Nintendo на своих портативных консолях попробовали облачный гейминг, правда, только на японском рынке. Они выпустили Resident Evil 7 и Assassin's Creed Odyssey в таком формате. Мне кажется, что Sony могли бы представить какой-то маломощный девайс, который мог бы сопрягаться с консолью по интернету. И можно было бы играть в эти все игры. Как на PS Vita, например. При этом пусть это будет просто маломощный планшет с прикрепленными геймпадами, но зато доступный по цене. Мне кажется, я очень многого хочу. Ну, в общем-то, я озвучил свои идеи, как я бы видел эту консоль в своем идеальном формате. Она и так уже неплохо на словах звучит, читается. И, конечно, пока мы, правда, не узнаем. Когда выйдет, тоже. Пока не знаем. И сколько будет стоить, тоже пока не знаем. И так как очень маловероятно, что Tsushima, Death Stranding и Last of Us 2 выйдут в этом году, хотя игры находятся на финальной стадии разработки, значит, скорее всего, стоит ждать примерно весной. Ведь логично показать эти игры и на новом, и на старом поколении консолей, чтобы было сочненько и красиво. Так что пока Sony обозначила свой именно дизайнерский подход к этому устройству, а не просто какой-то коробке с новыми комплектующими, которые мощнее предыдущих. Это круто. Это круто, потому что наверняка появятся какие-то новые возможности. Это и VR, и DualShock, который, к сожалению, никогда так на максимум и не использовался. А жаль, потому что это устройство напичкано чем только не. Ближайший аналог — это Joy-Con от Nintendo Switch. Хотя, так сказал, как будто бы есть серьезные аналоги. В любом случае, нас ждет довежуха. Игровая, технологическая. И это круто, это интересно. Следите и за нашим каналом в том числе. А мы вам постараемся что-нибудь рассказать. И не только об играх, а теперь, может быть, и о технологиях. Вы только подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все это очень помогает развитию канала. А мы скоро увидимся в следующем видео. Пока. Меня зовут Алексей Луцай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова